Охота 21 века Спрос рождает предложения. Централизованные рынки, магазины поближе к дому, стихийные, уличные ларьки и в последних, как считают многие, продукт натуральный прямо с фермы. Лежит в пакетах на воздухе. Документы сейчас очень дорого делать. У меня есть совесть, самое главное. Я здесь уже больше года торговлю. По 600 рублей за единицу только платишь, за партию. Ни разу ничего не находили. Я беру, знаете, у знакомых. У нас есть юноша, который держит вот этих слиней, таких вот вьетнамских. Он всегда, я знаю, что свеженький. Спрашиваю, но не всегда, но спрашиваю справку. Или на мясо, допустим. Она есть? Показывают, показывают. Раз показывают, когда спросишь. А когда я не спрошу, что-то рискуем, конечно, наверное. А в магазине что, нет риска? Получается, верят уличным продавцам буквально на слово. И если подойти с видеокамерой, диалога уже не получается. А почему такая реакция? Ну, я просто про Новый год спрашиваю. Любая свинина или говядина может оказаться котом в мешке. И подобных уличных продавцов немало. Поэтому ветеринарные специалисты призывают покупателей быть разборчивее. Порядок получения мяса строго регламентирован правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. И до того, как попасть на прилавок, оно проходит ряд этапов. Сначала необходимо получить документ, удостоверяющий, что животное при жизни не болело. Его исследовали и вакцинировали от инфекционных заболеваний. Затем – лаборатория. Зарез заглоточных лимфоузлов для исключения острых инфекционных заболеваний, опасных для человека. Осмотр свиной головы и субпродуктов. Специалист проводит несквозные зарезы сердца в печени. Вскрываем предлопаточный лимфатический узел. Делается зарез внутренней части бедра для исключения феноза. Каждая туша мяса подвергается дозиметрическому контролю. Но гораздо сложнее доказать, что мясо биологически безопасно. Если отсутствие инфекционных заболеваний подтверждает наличие вакцинации животных при жизни, то выявить инвазионные заболевания можно только при проведении ветеринарной санитарной экспертизы. Измельченную пробу мышц варят 50 минут в искусственном желудочном соке. В аппарате для выделения личинок трихинел – гастрос. Проводят забор осадков кювету, который потом исследуют при помощи трихинелоскопа на наличии трихинел. И выглядела бы она вот так, но это иллюстрация, а наш образец чист. Так поступают с каждой тушей свинины. И только после всех исследований на тушу ставят клеймо, свидетельствующее о безопасности. Дальше мясо идет на прилавок или в цех переработки. Здесь еще один этап – входной контроль. Это осмотр транспортного средства, термометрия мяса, оценка его свежести. Происходит органолептическая оценка свежести мяса по ГОСТу 23.396.2016. То есть мы смотрим вид мяса, цвет, запах, состояние мышц, цвет и состояние жира, сухожилий. И когда мы делаем пробу варкой, бульон доброкачественного мяса имеет прозрачный вид, аппетитный запах. За редким исключением мясо может иметь посторонний запах, например, лекарств. Тогда в реализацию его не допускают. Специалисты говорят, что благодаря многоступенчатому контролю за несколько лет было лишь пару случаев, когда недоброкачественность продукции выявляли уже в переработке. К сырью внимательно на всех этапах и, конечно, следят за соблюдением санитарных норм. Обработка инвентаря проходит каждые два часа. Доски, на которых работают жиловщики и обвальщики, обрабатываются каждые два часа. Тара, ящики обрабатываются в моечной машине с применением моющих средств с дезинфицирующим эффектом. По итогу мясная продукция поступает на витрины, где контроль за ней ведется до момента реализации. Лежит продукция в холодильных камерах. Ассортимент обновляется, как правило, ежесуточно, будь то магазин или рынок. И это мясо точно не обветрено. На него не попадают дождь или снег. На каждый грамм есть документы, а это гарантия качества и ваша безопасность, чего уличная торговля, увы, не гарантирует. Близится Новый год, выбирая, где закупаться мясом, предпочтение все же стоит отдавать качеству, а не заниженной цене или удобству расположения торговой точки. Потому что качество пищи в будущем – это качество вашей жизни. И зачем ее портить сомнительной и мимолетной экономией? Анастасия Дороган, Алексей Фризи, Николай Шелко. Специально для телеканала Толк.